всем привет это sb 18 13 продолжаем реакции опять кнах луз с треком суфа кейт я бы не стал просто так на них делать реакции потому что все таки кнах луз это достаточно крутая группа офигительно долбит нормально недавно это собственно не делал реакции вы все уже прекрасно знаете к ним отношусь как я от них балдею как от собственно от них от трон и полфейс да вот эти три группы у меня сейчас топ-1 в именно вот именно в тяжелом таком хардкорном музле и принципе чё про них еще говорить чё про них еще говорить зачем они делать реакции если каждая реакция это будет это вот это вот-вот да и так далее но тут у них вышел собственно трек суфа кейт с фитом с фитом не просто какой-то группы хардкорный металлкорный а блин поппи кстати которую как правильно ее называть папе все таки ли поппи вы знаете что я очень люблю эту исполнительницу я оставил ее альбом прошлогодний в один из лучших она у меня победила собственно в номинации лучший альбом это был у меня что-то да поп по моему да ну или что-то такой типа электронщины она супер супер круто делает и недавно относительно мы смотрели как раз как недавно это начале года по-моему для меня это недавно короче делала фит с этими с бэдомансами там было прям по красоте я прям мега закайфовал от того что они сделали того что она сделала с бэдоманс и посмотрим что будет тут что они принесет в казалось бы мега хардкорную такую именно группу да где в основном все для моша очень интересно говорят говорят там получилась какая-то странная возня кто-то говорит что понравилось это говорит что вообще не то так же давайте сейчас оценим но я очень надеюсь на какие-нибудь интересные экспериментики и собственно поехали посмотрим в этом кадре идеально все так на песенка-то вроде как тяжелая обещается судя по всему ну пока наклус как обычно а как наклуз как обычно да я даже не знаю как комментировать это ну типа супер охренительно это маккоровые даже моменты очень хорошо а ты вот так будешь на фите очень забавлю все эти букили но качо вот рамок окей решил немножечко в металл обратно вернуться блин клип еще такой стильники прям прям вот эти вот кадры прям очень хорошо он еще и такую тоже ритуал тематику это забавность блин ну это как же это будет расхреначивать на концертах чего вы говорите что не очень-то охренительный же трек прям прям очень хороший трек очень четко нибудь а при этом что у них смазанная гитара максимально красавы 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 не не супер трек ничего вот мы посмотрели клип и слушали трек suffocate от группы knack luce и где на фите была вот и папе опять же будем после этой реакции понимать как если правильно называть ну у меня единственный такой вопрос а что не понравилось что тут не понравилось на типа это прям было супер мощно это было в духе knack luce это прям вот это вот все это было ну в голове опять мошился и разнес просто полнотещи ну и feed попе был прикольный достаточно то есть не было вот этих ее до вот этих не нежных вокалов и она пришла поорал от одну в тем было бы странно и оба такая пришла и начала бы тут ведь не знаменам с одной стороны если бы это была идея на это было бы наверно даже еще наверное прикольнее но в целом в целом она пришла такая типа пацана и начали хренатчо типа и кстати поорала так от души, я бы сказал. То есть, ну, естественно, мы не будем сейчас вот эти техники, вокалы разбирать, да, для этого есть другие блогеры. Вот. Я просто скажу так, что, ну, слышалось так, как будто она просто от души наорала, как бы, как умеет. И все это было вполне. И вот этот, типа, брейкдаун, бандер, туф-туф-туф-туф, вот это такое полутанцевальное, это ж вообще под него так можно хреначиться над это. Это у Crossfade было такое, по-моему, у них был какой-то такой ритм. И я помню на концерте, ну, просто такое мясо под него было. Казалось бы, это потенциальная полукринжовая история, но, блин, это реально надо в лаве просто видеть и слушать. Короче, так что, не-не-не, ребятки, вы что, не, все отлично, все суперотлично, вот так, ну, все супер. Единственное, знаете, что я затупив, я мощно затупив, я сказал, что я послушал их новый альбом, но я его не слушал. Я вот вас немножечко обманул, каюсь. Я слушал новый альбом Diamond Construct, как недавно. Он, кстати, охренительный, но это как-нибудь отдельно про Diamond Construct. А в Окнах Лус я не слушал альбом еще. Я у них послушал всю дискографию, и дискография мне у него очень понравилась, и я такой, о, плюс группа. Но вот именно новый альбом, да, вот с этой обложкой, которую я вставляю, вот с этими треками, которые последние, трека три, да, сколько мы смотрели, я еще не слушал, и я его с удовольствием жду. И я не понимаю, он когда выйдет-то? Он вышел, не вышел? Я просто пока его уже нигде не видел. Так что вот когда он выйдет, и если даже он сейчас уже вышел, я пойду, обязательно его послушаю, и, скорее всего, он по-любому залетит в топы, потому что оно такое ему злое, вот именно прям тяжелое, прям такое грувовое, мощное, качевое, охренительное, и с возней при этом четкое, как бы, ну, как он, прям. Супер-супер. И вот я тут, ну, ничего не испортил, наоборот, добавил какой-то больше, такой интересности. Ну и пару слов про клип, клип очень снят круто, опять же, вся вот эта вот тематика у них... Кстати, не знаю, это американцы или не американцы, или австралийцы, откуда они. Но вот у всех этих зарубежных ребят очень вся вот эта вот ритуальная тематика, то есть, даже вспоминаем, в принципе, литбокс, потом этих, InventAnimate, тоже так делали, да все так делают. Вот тут все у нас в России, например, всякая хатоническая тема, да, и вот эта вот очень популярная, то вот у них наоборот, вот именно на тему вот таких вот странных моментиков, да, как было в клипе. Вот. И, ну, нет, ну, это прикольно, это достаточно атмосферно, тем более по такому музею. Так что, опять же, ноль вопросов. Все снято было круто. Вот эти вот кадры, которые вот этот кадр, я даже специально решил не вставлять просто как группу, а вот именно как кадром вставить, потому что он прям красиво сделал. Все. Как бы, ну, не знаю даже, что еще сказать. Все супер, все круто, все понравилось. То есть, говорю, единственный вопрос к тем, кому это не понравилось, ребята, это, ну, это так же круто. Это так же круто, как и просто к наклусу. Так что, может, фанатам Бофля это не понравилось? Тут уже другой вопрос. Хотя тоже странно, потому что она постоянно экспериментирует, и странно, странно ее было видеть только в одном амплуа, наверное. А так супер, супер, супер. Короче, спасибо всем за просмотр. Реакция очень постоянно нравится. Нравится, сами все знаете. Не знаю, что еще сказать. Максимально отлично. Все. Так что я пойду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok